Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим с вами вот такие легкие воздушные конфеты маршмеллоу или их еще называют прыгучие зефирки. Очень легкие, воздушные и готовятся буквально из 3-4 ингредиентов. В общем, все как всегда легко и просто, поэтому давайте уже поскорее приготовим. Мне сегодня потребуется любой фруктовый сок. Его потребуется 120 мл, 60 мл я уже залил желатин, 10 грамм там желатина. И 60 мл у меня отдельно стоит, я буду варить сироп и 200 грамм сахарного песка. Также потребуется любая форма, ее приготовим в первую очередь. Любую форму, в которой будете готовить, у меня это силиконовая форма, обязательно обрабатывайте ее подсолнечным маслом без запаха. Если у вас будете использовать металлическую форму, значит обтяните ее сначала пищевой пленкой, потом обработайте растительным маслом без запаха. И уже тогда приступайте к приготовлению наших маршмеллоу. Значит в сотейник я отправляю к сахарному песку 60 мл вишневого сока. Можно делать абсолютно на любом соке. Если планируете долго хранить ваши маршмеллоу, добавляйте еще одну столовую ложку либо патоки, либо сиропа глюкозы. Но у меня они быстренько улетают, поэтому я ничего добавлять не буду. Довожу сироп до кипения. Как только сироп закипел, я его сразу отставляю в сторону и одновременно начинаю распускать набухший желатин. Я его распускаю в микроволновой печи импульсами буквально по 5-10 секунд. Итак, распущенный желатин я выливаю в чашу для взбивания. Начинаю взбивать и сразу же выливаю туда горячий наш фруктовый сироп. И начинаю взбивать все миксером. Начинаю с небольшой скорости, буквально 30 секунд взбиваю на небольшой скорости. И потом увеличиваю скорость миксера до максимальной и начинаю взбивать. Масса начинает увеличиваться в объеме, потом она посветлеет и начинает уже бродить за венчиком. Смотрите, вот она гуляет за венчиком. Не взбивайте долго. Значит, есть блогеры, которые взбивают очень долго данную массу. И у них потом не очень все комфортно получается. Им самим неудобно работать. Вот смотрите, какая масса. Она легкая, воздушная, но в то же время она растекается. Все, этого достаточно. Теперь мы ее берем и сразу же всю выливаем в форму. Форма у нас, заметьте, смазанная растительным маслом без запаха. Вот смотрите, отправляем всю нашу смесь маршмеллоу в форму. И сейчас вы наблюдаете, как она прекрасно растеклась по форме. Не нужно ее лопаткой разравнивать, чтобы было это все неаккуратно. Вот так все чудесно растеклось и все замечательно. Теперь берем пищевую пленку. Сверху капаем буквально несколько капель подсолнечного масла без запаха. Промазываем ее и накрываем поверхность наших будущих маршмеллоу пищевой пленкой ВКонтакт. Я работаю в форме сегодня в силиконовой. Она очень удобна, доставать потом из нее удобно. Но я говорю, если вы работаете с металлической формой, это тоже не проблема. Итак, наше маршмеллоу застыло. Буквально 4 часа у меня постояло в холодильнике. Этого достаточно. Вверх посыпаю сахарной пудрой и кукурузным крахмалом. Пропорции 1 столовая ложка сахарной пудры и 1 чайная ложка кукурузного крахмала. Не используйте в данном рецепте картофельный крахмал, потому что он дает привкус специфический. Поэтому берем кукурузный крахмал. Достаем наше маршмеллоу из формы и нарезаем своеобразной формой, какой вам только пожелается. Я сначала нарезал такие брусочки, потом нарезаю на такие небольшие кубики. Периодически при нарезании я все обваливаю в сахарной пудре и кукурузном крахмале. Все хорошо перемешиваю. Не переживайте, лишнюю сахарную пудру с кукурузным крахмалом вы сможете стряхнуть, буквально просеять через сито, протрясти ваше маршмеллоу. И они будут уже без излишков сахарной пудры. Сейчас я разрываю, посмотрите, какие они воздушные, легкие, без красителя. И, в принципе, полностью натуральные. Вот такие замечательные маршмеллоу мы сегодня с вами приготовили. Мне, как всегда, было безумно приятно быть сегодня в компании вместе с вами. Спасибо, что вы смотрите, комментируете. Подписывайтесь на мой канал, делайте репост данного видео в любую социальную сеть и, как всегда, до скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока!